Музыка Жаль, я думал вам захочется взглянуть на мою уникальную коллекцию А что за коллекция? О, это единственная в мире коллекция человеческих качеств, чувств и свойств характера Я собираю ее уже 300 лет и... Вообще неинтересно! Жадность! Ее владелец никак не мог с ней расстаться Все жадничал Но я знал, чем его взять Я отдал за нее целых три качества Тупость, зазнайство И бессмысленную активность Так, в общем, давайте Показывайте Только имейте в виду Это я сама решила А не потому, что вы так настаивали Я отдал за нее целых три качества Тупость, зазнайство И бессмысленную активность Теперь он работает большим начальником Очень доволен Сегодня 28 мая Восточный Казахстан Искаменногорск Площадь республики Вечер Сегодня жара Скоро дождь, наверное, будет Завтра я решил поснимать В продолжении Предыдущего ролика Ссылка будет в правом верхнем углу Все ссылки будут там Итак, площадь республики Раньше была площадь Ленина Стоял там, вот Где сейчас Абай стоит Абай Кунанбаев Поэт казахский Там раньше Ленин стоял Теперь он в парке В этнопарке Про него тоже отдельный ролик Ссылочка, как всегда, сверху в углу Итак, поставили вот такие Гранитные пирамиды Но они не литые А обклеены на что-то Я так понимаю С фразами Абая Кунанбаева На таких вот тоже постаментах Ну сколько их? 4-3, 4-3 Вот такими группами стоят они С одной, получается, стороны Семь и с другой семь Ну отдельно 4 и 3 Ну почитаем В ком господствует чувство любви и справедливости Тот мудрец, тот ученый Великое дело знать меру всему На другой стороне по-казахски написано Вот ребята подошли тут Сзади меня Сразу, как только я тут нарисовался Человек человеку, друг Ну это трэш вообще Если хочешь, чтоб дела твои ладились Берись за них разумно Если ты добился истины Не отступай от нее Даже под стражем смерти Богатство со временем иссякает А умения нет Люби словно братьев Людей всех на свете За это вообще просто респект Абаю Кунанбаеву Ну вот он Ступенек 4, как всегда Четыре стороны С которых можно подойти По четыре ступеньки Две четверочки Ладно, вокруг обойду я его Абай Ибрагим Кунанбаев Ну он практически как Ленин Один и тот же образ, да? Вечером подсветочка Такие вот штучки В виде столбов стоят они тоже Играют роль антенн Раз, два, три, четыре Четыре их тут стоит На этой площади Проходили знаменитые Недовольства Вообще непонятно кого На самом деле Во всех городах Казахстана В начале года зимой Ну и здесь тоже И после этого Как тут вот это все проходило После этого Вот эти пирамиды появились Если бы они появились до Я бы понял А то вот они после появились Кто это такой? Акимат? Или я посмотрю? Ну и вот два здания есть Слева и справа Как близнецы То есть вот эта пара Через нее проходит Это как камертон Резонанс здесь происходит Вообще вот на этой площади Народный банк Халыкбанк И точно такое же На другой стороне Вон там я покажу Вот оно Давайте Абая обойдем Ну вот он бронзовый Означает это то Что это накопитель Вообще центральный Вот на этой площади Елочки вот Или ели голубые Но они как непременный Атрибут У них энергетика такая Вокруг них тоже Идет Сбор Ну вот он как этот Как Понти Пилат Сзади смотрится Перестань притворяться Сумасшедшим Ну вот она Использована Технология Пятого угла Я думал нету А оказывается Вот она где Ну в виде Сверху будет смотреться Как казахский орнамент Но Видите Да? Пятый уголочек Это обязательно Штучка Тоже Ну там еще 7 пирамидок Сейчас к ним подойдем Вон впереди Адыка виднеется Где портал Где Байтирек До туда сейчас дойдем И по набережной Вот так вот Пойдем 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 Потом вот тут Вернемся Через мечеть На той стороне Вот стоит Статуя каменная Там женщина Ну это как Махакали Ну сейчас подойдем Я покажу Там знаки Она показывает Своеобразной рукой За спиной Знак показывает Не сразу заметишь Попробую номер Посмотреть Вот на этой Штучке С другой стороны Вот так обойду По газону Не пойду Внимание не буду Привлекать А то тут Камеры везде Я и так тут На площади нарисовался Сразу там эти Вон они В зеленой Они были вообще В другом месте Они раз сразу Таки перешли На эту сторону Как ни в чем Не бывало Встали Номеров никаких Нету на ней Ну да ладно Пойдем дальше Туда к пирамидам Еще семи Телевизор Вот тоже здесь На углу Ловит Да будет Слово Мудреца Превыше Болтовни Глупца Хорошо Сказал Изучив Язык Культуру Других народов Человек Становится Равным Среди Них Только Слушая И запоминая Наставления Знающих Можно Стать Полноценным Человеком Слово Девятнадцатое Прямо Как стих Из Библии Под номером Человек Должен Отличаться От других Умом Знаниями Волей Совестливостью Хорошим Нравом Слово Восемнадцатое Ну вот Видно Что их Четыре Отдельно Здесь Три И на той стороне Так же Четыре Три И здесь Четыре Три Ну вот Как-то так Сгруппировали Не пойми как Береги В себе Человечность Ну если Конечно Она у тебя есть Ну если Нету Че беречь Начало Успеха Единства Основа Достатка Жизнь Слово Шестое Только Слабые Духом Могут Затвориться В себе Предаваясь Горким Раздумьям Ну теперь Туда Пойдем Дойдем До Моста До Байтерека Ну вот Эти Два Здания Близнеца Одно Из них Народный Банк Я хочу Показать Четыре Колонны На входе И вот Здесь Как использована Тоже Технология Внутренних Углов Они Как Накопители Тоже Зеркало Вот Углы Сверху Я покажу Ну и Один Там Дальше На той стороне А эти Пирамидки Называются Скульптурная Композиция Слова Назидания Абая Данная Капсула Заложена 30 мая 2007 года В день Начала Строительства Здания Восточно-казахстанского Областного Филиала АО Народный Банк Казахстана Вскрыть Капсулу В 2023 Году На Столетний Юбилей Банка Все Идем Туда Дальше Ну вот Впереди АДК Где Портал Там Совсем Прям Впереди Байтерек Энергосъемная Конструкция Узел Энергетический В нашем Городе Один из Основных Наверное Самый Основной И вот Здесь Вот такая Без названия Она Декоративная Композиция Показывает Она Установлена Почему Здесь Вроде бы Улица Улица Ничего Нету Раз Она Стоит Потому Что Справа Вот тут Перекресток Это Улица Тахтарова Там Административно Тихая Такая Улочка Она Втыкается В парк Кирова В парке Отдельная Тема Вот Здесь Значит Такая Штучка И там Вот Арочка Есть То есть Тут Поток Проходит По-любому Через Перекресток И вот Она Здесь На Перекрестке Ну Нужна Она Здесь Не Посередине Где А Вот На Перекрестке Ну Что Это Такое Вообще Какие-то Казах Казахская Утварь Кухонная И Висит Скважина Для Ключа Я Говорю Тут Поток Проходит А Ну Вот Еще Отверстие Отверстие Вот Через Него Можно Посмотреть Ну Как раз Вот На здание Там На здание Смотрит Административное Здесь Вот На Этот Пристройку Стрит Фуд На Закусочную Забегаловку В общем Ладно Идем дальше Туда Дальше Опять Еще Одно Встречается Какой-то Динозавр Прям Я понимаю Почему Здесь Установлен Здесь Вот Такая Развязка Идет Канализационный Узел Тоже Несколько Колодцев И Как бы Вот В этой Развязке Она Тут Стоит А Вообще Они Показывают Направление Потока Ну То есть Вот По этой Улице Оживленная Она Очень Улочка Казахстан Называется Сейчас Я посмотрю Как Называется Она Та Была Без Название Это Я А Это Верблюд Вижу Прошлый Ролик Мы Завершили Свою Прогулочку Вот Здесь Обойти Реки Здесь Продолжим С этой Стороны Портал Я Там Немного Ошибся Там Не через Портал Через Прямая Линия Проходит А через Другое Здание Оно Рядом За этим АДК Но это В другой Раз Там Нужно Отдельно А мы Пойдем Вот Сюда Впереди Обелиск Братской Могиле В 1920 Году Захоронены Останки Погибших Участников Восстания 1919 Года В Усть-Каменогорской Крепости И Расстрелянных Подпольщиков Курчунского И Самарского Районов Здесь же Захоронены Жертвы Контрреволюционного Мятежа 1930 Года Да Уж Это Вообще Братская Могила Заявлена Ну Вот Еще Имена То есть Некротическая Подвязка Конкретная Я даже Ну Как бы Не знал Про нее Если честно Ну И тут Байтирек Вот На него Все Сходится Все Дороги В городе Сходятся На него Он Как Центральный Узел И Возле Него Жесткая Некротическая Привязка Ну И вот Тут Даже Эта Технология Внутреннего Пятого Угла Она Просматривается В клумбах С С С С С С С С Во Время Восстания Полиц Заключенных 30 Гематрии Если С 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 Получится 13 В итоге Четверка Вот Четыре Столбика Гематрия Четверка И Здесь Их Таких Три Ну А других Я тоже Сейчас Посчитаю Здесь Плохо Видно Тут Написано Подпольщики Самарского Района Расстреляны В Июне 1919 Года И Тут Их Получается По 7 И Четыре Столбика 28 Подпольщики Курчумского Района Расстреляны В Ноябре 19 Года Здесь 13 По Четыре Получается 52 Общая Будет Такое Ну Впереди Вот Такой Обелиск Он Интересной Формы По Четыре Стороны На Каждом Углу По Четыре Штуки Вот Таких Вот С Цепями То Есть Их Четыре По Четыре То Четверка Здесь Просматривается Сверху Звезда Пяти Камей Конечная В общем Что происходит Вообще Люди Идут Вот так Мимо него Туда На набережную Мы сейчас К речке К воде Жара Люди Через это Все проходят А это Что такое Вообще По сути По сути По сути Это Братская Могила На этом месте Расстреляны С Курчумского Района По станции Самарского Здесь АДК Портал Там Байтирек Мост Обелиск Дальше Иртыш Подойдем Ну Это Внутренний Все Угол Он Сборщик Энергии Идет Ладно Поднимемся Здесь Здесь На казахском Написано О Могила Здесь Похоронены Товарищи Отдавшие Свою жизнь За восстановление Советской Власти В городе Усть-Каменогорском Да Уж По 11 На 3 33 Ну вот Люди Постоянно Здесь Движение Они туда К Картышу Мы сейчас Тоже туда Пойдем Там Интересно Наверное Очень Здесь Параболическая Штука Линза К ней Тоже Подойдем Вот еще Один из Трех Элементов Обелиска К нему Сейчас Тоже Подойдем Ну что Это Друзья По сути Это Все Могилы 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 Вот Я Мне Стыдно Я даже Не знал Что это Братская Могила Вот здесь Просто Трупы Захоронены Ну уже Они сгнили Конечно Ну по сути Тут Расстрелы Происходили Вот на каждом Написано Что-то Имена Памяти Погибших Борцов За советскую Власть На востоке Казахстана И здесь Два столбика По девять Фамилии Имена Отчества Инициалы То есть Девять До девять Восемнадцать Девятка Все Вот люди Движняк Совершают Во Вот так Вот по вечерам По могиле Они ходят Своими Живыми душами Они проводят Эту энергию Вот электроны Типа В проводах Они же Участвуют В переносе Энергии Ну нам Так рассказывают На самом деле Я думаю Все по другому Ну и здесь Тоже самое Аналогия Вот люди Вот они живые Они как электроны По проводам Вот по этим По каменным Они вот ходят И передают И все это Скапливается Привязки Некротические Ладно Идем туда Вот здесь Все три объекта Обелиск Этот байтирек И портал АДК Ну можно увидеть Еще что Мост тоже Через четыре Бакина идет Шифровка Ну вот их по четыре И еще один Большой Но он не такой А эти именно По четыре А так в основном Вот идут на набережную Вот так они гуляют И здесь вот такая Параболическая Штучка Типа амфитеатра Тоже она собирает И она собирает Вообще В сторону Получается Пойти река Туда Ну что я могу Сказать по этой Конструкции Основных ярусов Здесь четыре Вот видно Пролетами Лестничными Раз Два Три Четыре Четыре яруса Колонны Колонны Шестнадцать То есть Четыре По четыре Четверки Зашиты Далее Вон там Обязательно Фонтанчик Ну помимо Самого Иртыша Еще фонтанчик Ну чтоб Людей привлечь При подъеме На эту Линзу Идут ступеньки То есть Три пролета По шесть ступенек Шесть 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 Вот такая водичка Несколько ярусов Фонтан Людей притягивает Здесь вот Еще один Шестигранный Но здесь Водички нет И вот Этот отель Ну вокруг Мы обойдем Посмотрим Здесь АДК Где портал Ну и тут Вот каменная Вот такая Установочка Сейчас посмотрим Как она Называется В общем то Никак она Не называется Ее вообще Нету В Тугисе Ну тут Люди Конечно Это Вообще Не знаю Что у них В головах Вот когда Вот так Вот бросают Это невероятно Вообще Как можно Вот так Бросить Бутылку Не знаю Мешок Какой-то Целлофановый И это Для меня Дикость Вообще Просто Дикость Вообще Это ресторан Караоке Сверху Посмотрим Ну и вот так Обойдемся С этой стороны А цыпочка Такая Ограничивает Поток Ну а здесь Предлагается Пройти Вот через Такую арочку Люди Все Через Нее Идут Но я Не пойду Через Нее Ну и Здесь Такая Труба Это Наверное От мангала Идут В форме Двух столбов Уаз И Яхин Вот такой Вот он Здесь Беседочки Ну а мы Пойдем Вот так По набережной Вон они Уже начинается Каменное Зодчество Одна Другая Такие Постоянные У нас Порталы Названия Нету Ее Пока Еще Не Обозначено В Тугисе Вон Пойдем В следующем Ну вот Так Вдоль Набережной Будет Их Очень Много Это Называется Дождь Шесть Капель А Нет Не Шесть Три Три Один Семь Круги На воде Следующая Без названия Просто декоративное сооружение Ну вот сверху пирамидочку конечно надо обязательно Пирамида это важный элемент Важный очень Ну вот сама Форма пирамиды Она играет очень важную роль Это из разных источников я знаю В самом первом видео в плейлисте Которое нужно весь посмотреть Кто не знаком с этой информацией Ссылку на первую часть Вот я оставлю как всегда В правом верхнем углу Вот там про пирамиды есть Исследование Склярова Которого не стало Но это шунгитная пирамидка Как бы Про шунгит я тоже давно знаю Из разных источников Но все как бы в одну картину складывается А вот именно форма пирамид Поизучайте сами Что там Внутри таких пирамид Не разлагается Раны заживают Вода не тухнет И тому подобное Лезвия для бритья Не тупятся Такие дела Кто-то вот так отдыхает На лодочке сплавляется Вечерочком С семьей По течению Оттуда Следующий вот такой нам попадается Мечтатель Тоже не обозначен он В системе пока еще Очень быстро их кто-то Режет Ставит Даже название не успевают придумывать Ну хоть пальцев пять И то ладно Вот позвоночники Даже видно позвонки Сидит на кубе Призадумался Фонари которые вдоль набережной Они по четыре все идут А там вот справа С другого берега на горе Смотровая площадка Казахстана Вот такие прогулочные катерочки У нас начали ходить По Иртышу С него я тоже поснимаю Прокачусь А вот здесь Напротив Есть вот такая гостиница Тоже пара идет С внутренними углами Как всегда Вот это обязательно вообще Ну это идет парочка 1-1 И адрес вот у этого Гостиница называется Дедиман Турки строили 11-1 Адрес Пермитина Здесь вот такая идет развилочка Впереди по направлению Будет остров Это лоси А за ними там кони Ну на перекрестке Они вот тоже Своего рода уловители энергии Тут 11-1 Ну а мы идем дальше Вот так по набережной Потом вот так вот обойдем И вон туда Там видно Виднеется Минореты Мечеть К мечети подойдем Но пока в ту сторону Ну вот так искусственно Огородили Протока была естественная Когда-то Мы ее вот в бетон заточили Там остров Мечеть 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 Вот интимная парочка Вот здесь вот Такие каменные Загородочки Стеночки Каменные Магнитят они здесь Какую-то красоту Это объяснить невозможно В этом нет никакой красоты Об этом скажет любой Решетки Сваренные из арматуры И заполненные камнем Оставляйте свои имена Ребятишки На камешках Баха там Жанбулат Олег, Ирина Арман Ну давайте Оставляйте Все-таки Мне кажется В ней чего-то не хватает Так-так, ничего же Ну как Самого главного Любви Ну для какой цели Сделана эта штучка Чтоб сюда вот Прятались влюбленные парочки Их не видно со стороны дороги Вот они тут сидят Вечерочками А может и ночью Можно присесть спокойно И энергия вся Собирается этим камнем Вы меня пугаете Вы же сами сказали Что в коллекции Чего-то не хватает Так что я вас Поздравляю Ваша любовь Станет Моим последним И самым главным Экспонатом Все столбики Как столбики По четыре фонарика Да А вот там Где влюбленная парочка Сидит Там спиральку двойную Накрутили Как ДНК Стенка эта каменная Ну я же говорю Это конденсатор Энергии Идем дальше туда Дальше вот такое сооружение Оно называется В системном коде Оно называется Лавочка из камня Садитесь Посидите ребятишечки Вот такие беседочки встречаются Уже вторая С восьмию деталями В одной Предыдущей Парочка сидела Влюбленная Это как раз Сердечки нарисованы В той стороне Уже была одна Перед скамейкой Каменной Я не стал снимать Там парочка Влюбленная сидела Вернее семья С ребенком Три человека Вот такие восемь деталей Две стрелы Внутри каждой Вот садишься туда И вот с этого шпиля Снимается Ну или наоборот Если ты знаешь Как подпитаться И ты без этого Не можешь жить Ну для кого это построено Вот пятый угол Есть Вот он туда сел И со всей этой системы Получил заряд Да вы не волнуйтесь Это не больно Дальше вон еще Каменный стоит Вот он такой Интересный Тоже С прицелом Рядом тоже Со спиралью Вот В таких местах В нужных Почему он здесь стоит Я сейчас Пообъясню Я вот сейчас С другой стороны Покажу вам Я не мог Понять Я когда мимо проезжал Зачем он здесь Куда он смотрит А вот сейчас я понял Куда он смотрит Там вот на той стороне Видите да Там типа место отдыха Вот сегодня суббота И вот там Сколько людей много Там такое местечко Классное Для отдыха Вот оттуда Вон туда прицеливаются Вот этот Вот эти лопасти А вот еще Зарубочки Тут на нем даже есть Сколько же Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Что ли Ну вот В общем Такие дела Туда Вот он смотрит На эту сторону Ладно Пойдем дальше В ту сторону Следующая попадается С названием Мечта рыбака Называется Рыбака вижу А это рыба что ли Русалка Да Следующая называется Лица Как две пирамиды Да Перевернутые Вот это Странненькая Композиция Рядом Вот такая Три Сердца Называется Здесь Замочки Влюбленные Крепят Я так понимаю Как на мосту Но Тряпочки Вяжут И замочки Крепят Типа Скрепляют Любовные Свои Отношения Навсегда Треплипесковые Сердечки Ну Мне нечего сказать По этому поводу Конечно По поводу Вот этих Замочков Все это А какие Три Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Штук Их Тут И вот Этот Здоровый Металлический Ну Вот Когда Влюбленные Сюда Приходят Гуляют Такие Увидели О Надо Тоже Так Сделать Ну Как Обезьяны Не думают А что это значит А что это Вы делаете Вообще Скрепляете Замочки Тут вешаете Со своими Именами И здесь Вот концентрация Вот эти Лица Пирамидальные Ужасная Какая-то Вообще Сердечки Эти Замок Вообще Металлический Невероятных Размеров Ну Вот Он Основной И Вот Еще Там Одна Есть Сейчас Мы К ней Подойдем Ну Вот Здесь Влюбленные Парочки Они Вдвоем Приходят Вот Тут Они Энергию Отдают Вот Этому Замку Ну Поклонение Замку Культ Замка Ну Это Как Культ Карго Есть же Они Поклоняются Самолету Сами Не Понимают Что Это Такое На самом Деле Вот Здесь То же Самое Замку Поклоняются Смысл Не Ведают Вот Это Как Называется Сейчас Посмотрю Называется Она Любовники Ну Прелюдия Половому Половому Акту Изображена Яблочки Растут Ну Это Запретный Плод Наверное Да Так Хотел Изобразить Архитектор Этой Конструкции Запретный Плод Будут Кушать Вот Эти Любовники А Ну Вот Сердце Внутри Просматривается Ну Есть Мнение Что Это Вообще Не Сердце А Мягкое Место Дальше Вот Такая Она Встречается Называется Скульптура Ульба Ульба Это Река Которая Впадает В Иртыш Причем Тут Лицо Человека Ну Вот Так Конечно Страшно Смотрите Приобретает Какую-то Другую Ассоциацию Саркофаг Вот Такая Еще Без Названия Ну Вообще Вот Эта Вся Как бы Набережная Называется Аллея Влюбленных У нее Название Это Беседка Влюбленных Но Это Без Названия Штучка Пока Что С двух Разных Материалов С двух Разных Камней Она Сделана Маленький Будущий Батыр Спит На матушке Камне Птицы Тут Нарисованы Камень Интересный Не знаю Что-то Зеленый Какой-то Необычный Ага Это Типа Ангел С крыльями Казахский Ангел Юный Батыр Ангел Ну Как там В казахских Этих Преданиях Ангел Я не знаю Есть Демоны Которые Джинами Называются А вот Ангелы Как называются Я не знаю Но вот это Он С крылышками Спит С круглыми Щечками На облачке Ну и Практически В завершении У нас Вот такая Конструкция Она прям Называется Ротонда Семь колонн Семь у нее Колонн Семь Ну это тоже Накопительная Съемная Здесь тоже Вот спиральки Уже везде пошли Вокруг столбиков То есть Знающий Он сюда Зайдет И получит Энергию А не знающий Зайдет Отдаст Ну вот Говорят Без согласия Никто не заберет Чех Как это Не заберет Нас Всю жизнь Обманывают Еще Еще как Заберет Как будто Ты сам Отдал Добровольно Сюда Заходишь А незнание Не освобождает От ответственности Ты туда Зашел Добровольно С тебя Стянули Ну и Вот здесь Практически На углу Называется Скульптурная Композиция Шан-Ирак Ну вот Люди Проходят Под этими Арочками А здесь Вот так Вот Набережная Обрезана Углом Сейчас На угол Подойдем Здесь Вот Поналожили Сконцентрировали В одном Месте Из красного Гранита Вот тут Как раз Вон Еще Есть Ну вот Как раз На углу Где углом Срезали Набережную Там Камней Наложили Далее Вот такое Декоративное Сооружение Материнства Беременная Женщина Ну лицо У нее Конечно Я скажу Вам А рядом Еще Одна Вот такая Вот Стеночка Камень В тюрьме И лавочка Для влюбленных Ну вот Мы Пришли До конца Этой Аллеи Влюбленных Здесь Точно Так же Протока Заключенная В бетонные Блоки Сверху Я покажу Это остров На нем Еще Территория Какая-то Закрытая Что там Находится Надо Посмотреть Почитать Ну и Здесь Как бы Последняя Называется Спираль Возле Этого Лабиринта Прицел Этот Смотрит Вот Как раз Вдоль Этой Аллеи Влюбленных То есть Вначале Стоит Портальная Штука Водоворот Смотрит На Столбик Со Спиралью Пойду Посмотрю Может На нем Что есть Написано Какие-нибудь Знаки Здесь Просто Отверстие Вот Этот Столб Спиральный Он Тот Дальний Смотрит Не на Этот Сейчас Посмотрим Ну На нем Нету Чего-то Никаких Опознавательных Знаков Но Он Смотрит Четко На него Возвращаемся Обратно Пройдем Через Мечеть И Подойдем К площади Откуда И начали Ну Вот Мы Подошли Это Мечеть Мухаммади Адрес 27 Дреб Один Два Минарета По Три Балкончика Шестерочка Она Как раз Стоит В конце Аллеи Которая Упирается В памятник Абая Вот Между Памятником Абая И этой Мечетью Идет Связь С С Этой С Этой 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 С Этой С Этой Протока Как раз Выглядит Сверху Она Очень Интересна В форме Такого Креста Ну Пойдем Дальше За Ней По Аллеи Придем К Махакали Что-то Мне Это Не Нравится Похоже На Заговор Или Даже На Предательство А Против Кого Заговор И Что Предаем То Все Таки Придется Дослушать Восьмиугольная Звезда На Территории Мечети Вот Такая Здесь Идет Аллея На Ней Фонтан Такой Большой Поющие Фонтаны Здесь Бывают Летом Вот Вижу Пятый Угол Фонтана Вот Прямо На нем Сидят Ум В Центральная площадь, впереди Акимат, возле которого пирамиды, статуя Абаю, Акимат под адресом Максима Горького, 40, на площади аж три фонтана, это поющие фонтаны, Я так и не понял, люди что-то просто тусуются или каждый вечер их включают, но я не буду ждать, я пойду дальше, раз фонтан, два фонтан, три фонтан, мечеть с двумя миноретами, контактируют с тем монументом Абаю Кунанбаеву, А вот там чуть правее будет скульптура, ну и вот эти два здания светятся, справа и слева одно, слева банк, справа, не помню, Это поющие фонтаны Вот одно здание, вот второе, между ними идет поток В том направлении Это стоит Абай, там Байтирек, здесь фонтаны, в ту сторону мечеть, а вот здесь на перекрестке стоит Вот такая чудо-женщина, без названия, просто декоративное сооружение Вроде как волосы у нее таким необычным образом собраны Она стоит на перекрестке, но на перекрестках всегда ставятся, на знаковых перекрестках ставятся энергонакопители, так сказать конденсаторы Смотрит она куда, сейчас посмотрим куда она смотрит, цветочки бы не затоптать Так Вот она смотрит прям на столб на этот Ладно, я что хотел показать, вот здесь вот сзади Она руку в знак сложила Сзади, то есть не спереди, а сзади Ну, и его не все заметят, этот знак Ну, типа волосы поправляют, но я вижу, что это вот Как он называется-то Ну, вы поняли, да? Мара Махакали Смотрит на столб Вот на этот Ну, и там дальше она как раз на монумент Абая показывает Ну, вообще-то немножко в другую сторону Ну, вот на этом сегодня все Показал вам очередную цепь энергетических взаимосвязей в моем городе Удачи! Будьте осознанны И да пребудет с нами сила прошлых воплощений Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok